доброе утро девочки мои я вот тут с утра сашу в сад мама повезла а я тут у меня я подписана на гелу чару и последнее вот ее новые видео девчонки я просто поразилась я слышала что есть такая штучка для фельдцевания которая без ниток прибивает одну ткань к другой девочки кто не слышал об этом правда стоит эта штучка 15 тысяч вот у нее написано но результат просто потрясающе не нужно не ниток ничего и такая красота получается ну а я просто в восторге сейчас я вам так покажу кусочками а просто накладывает тоненькие кусочки ткани и они прибиваются и такой эффект интересный обалдеть это вот с лицевой стороны у нее вот так вот получается сейчас покажу с изнанки вот так получается с изнанки то есть там какие-то иголки с крючочками и они сцепляют пробивают ткань сцепляют вот эти нитки не нитки а ткани с основой намертво это можно и стирать и все что угодно делать и всякие нитки шерстяные и просто шерсть и ой вообще обалдеть девочки делают картины прям вы посмотрите какая прелесть а можно ждать до вот эти краюшки можно и лохматенькие оставлять и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой и девчонки какая прелесть сразу планов в голове где бы еще денег взять я просто вообще в таком знаете культурном шоке единственное что основная ткань должна быть все-таки поплотнее вот она пробовала на шарфике на тоненьком и это все ну собирается хотя тоже интересно получается а сверху она вот эту шерсть для валяния вот видите наложила и тоже по прибивала очень милые мои кому это интересно посмотрите дело чара последнее видео называется смертельный номер впервые на канале новые рукоделия ну прям вот ой правда меня редко что-то удивляет но это я просто поразил просто поразилась вот посмотрите это просто вот шерсть для валяния и вот такой цветок боже мой какой простор для творчества ну просто вот ведь можно украшать все что угодно все что угодно и просто шить без ниток девчонки ведь и покрывала можно сделать и подушки дышкой да я не знаю шторы можно сделать и они не будут тяжелые понимаете потому что основа сама должна быть более-менее хлопок какой-то ну а сверху тонюсенькие вот эти вот тряпочки без ниток ну а что угодно господи я говорю у меня уже в голове закрутилась закрутилась какая прелесть у меня просто слов нет девчонки боже мой а я сегодня выложила видео которое еще в крыму делала вот это вот кашпота типа корзиночки не хотела берегла для нового канала но просмотров очень мало хочется побольше думаю может быть хоть это как-то не знаю как получится так что кто смотрели кто видели так не смотрите это в общем то я выложил для тех кто не смотрел но если посмотрите ну хотя бы просто включите то спасибо вам огромное а я наверное все таки сегодня схожу в леонардо потому что я не знаю будет ли у меня в питере время ну и вообще любопытно вдруг там чего-нибудь новенькое появилась из фурнитуры вот так что сейчас соберусь и пойду прогуляюсь погода на улице хорошая обещаю 12 градусов тепла днем солнышко светит красота так что пойду гулять а прежде чем идти хочу с вами поделиться расстроилась сегодня ужасно костя купил две москве две футболки но пола знаете такие с воротничком на кубок это вот здесь дорогие очень ему понравились ну и приехали он в стирку то их там засунул на 30 градусов а я потом вот это по привычке что все в сушку кладется все это в сушку и положила и они сели он не ругался конечно но я вижу что он расстроился я расстроилась я еще больше расстроилась чем он так вот так вот все на автомате делать не подумавши и выкинул две футболки в общем короче от этой матери одни убытки блин так вот зашла в детский мир видите какой у нас тут дракон в лифтовой сделан как солнышко припекает народ шапки поснимал прям жарко даже в куртке хоть у меня и куртка то не актив флисовая но она на подкладке прям жарко вот пришла я мол сейчас схожу в леонардо зайду в окей посмотрю что интересненького есть так 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 Продолжение следует... В Мурманске ещё не было таких магазинов. И когда вот я... Ну, мы приехали в Финляндию, во Францию, вот я ездила в Испанию. Я была просто в шоке. А теперь... Ну да, хорошо. Как человек быстро ко всему привыкает. Просто вообще. Глория джинс. Фамилия. Фамилия. Пойте зайти поглядеть, что ли. Смотрите, какая сумочка. Из бусинок целиком. 2,200 стоит, однако. Вот такая тяжёленькая получается. Вот такие отделы я люблю. Такие рамочки. Вот мне бы такого индийского башка. Но у него нос отбитый. Басочки такие симпатичные, золотые. Как мне его достать. Сходила, узнала. Один он. С отбитым носом. Но с отбитым носом мне как-то не хочется. Вот они, любимые бокалы мои. Но... Я же не пью. Что я из них пить буду? Какие, смотри, хорошенькие. Ну, очень нравятся. Вон, какие стаканы зелёные. Люблю очень цветное стекло. Вот карнавальное стекло. Красивые. Красивые. Вон, какие зеркала круглые. Ну, как мне это всё вести-то? Господи, у меня уже две сумки здоровые. Смотрите, какие досочки для подачи сыра. Вот мне очень нравятся такие вещи. А у нас же всё. Привыкли тарелочки. Какая же. Вон, какая баночка с птичкой. Так, ну тут уже что пошло. Никак не дойду до Леонардо. Ой, какая. Какая громадная корзина. У меня всё, руки не доходят. Хочу связать корзину сюда. И всё никак. Не хватает, девчонки, на всё время-то? Вот такие вот я очень вещи люблю. Очень люблю. Ой, да батюшки мои. Ой, какая. Пуф. Пуф деревянный. Были бы в Черноморском, я бы купила себе. Но... Дошла. Ну ладно, пойдём смотреть. Пуф. Бух. Бух Lions. Catch. Субтитры подогнал «Симон»